Концерты, посвященные 79-й годовщине Победы, проходят в Хабаровске. Один из них организовали в специальном доме ветеранов номер один для его жителей. Многие из них – дети военного времени и труженики тыла. Подробности у Яны Ленкевич. Тамара Чупринская – ветеран труда и ребенок военного времени. Ей уже 89. Говорит, когда началась война, ей было всего 6 лет. Но день, когда ее объявили, Тамара Чупринская помнит хорошо. Штабель из бревен всех рабочих к этому штаблю. Дорогу делают, мост там. И все, и вот он на этот штабель, и появилась война. Во время войны отца Тамары Чупринской отправили строить дороги. Мама весь день работала. Поэтому хозяйство по дому легло на дочь. Когда война закончилась, Тамара пошла в школу, а затем в педагогический институт. Учителем она проработала 53 года и уже много лет пишет стихи. Говорит, в своих произведениях хочет передать чувства, которые пережила. Как начал строиться этот Хабаровск. Как он стал расти. И как я увидела, как я не напишу стихи о Хабаровске. А я же помню победу. А я же помню, как она пришла. Накануне Дня Победы в Доме ветеранов организовали концерт. Выступают приглашенные творческие коллективы из Хабаровска. По словам директора, среди ветеранов все меньше тех, кто помнит войну. А в Краевом Доме ветеранов на сегодняшний день, к сожалению, участников Великой Отечественной войны уже ни одного не осталось. Но тем не менее, у нас живут 15 дружинников тыла. У нас живут 10 вдов участников Великой Отечественной войны. У нас еще около 100 осталось реабилитированных граждан. Ветеранам, проживающим в Хабаровском крае, предоставлены различные меры поддержки, в том числе региональные. Определенные выплаты, связанные с жилищно-коммунальными услугами, это и поддержка как выплата единовременного пособия, это и санатур курортное лечение, который предоставляется бесплатно тем, кто получает меньшее проживание минимума. В настоящий момент в регионе проживает 894 ветерана Великой Отечественной, около 40 тысяч детей военного времени и более тысячи тружеников тыла. Яна Ленкевич, Андрей Евдеев, телеканал «Губерния».